Жизнь и творчество Нины Исаковой. Новая книга известного старооскольского фольклориста Марии Емельяновой посвящена замечательной роговатовской сочинительнице и исполнительнице частушек, руководителю ансамбля Былина Нине Дмитриевне Исаковой. Издание, получившее высокую оценку специалистов, представили в Роговатовском центре культурного развития. Теперь с книгой могут познакомиться земляки, частушечницы и старооскольские школьники. Сто книг для них приобрел депутат Белгородской областной думы, генеральный директор АПХ «Промагра» Константин Клюка. В 57 лет Нина Дмитриевна Исакова была главным голосом Роговатого. Выступала с русскими народными песнями и частушками. В 1980-м создала фольклорный коллектив, чуть позже получивший название «Белина». Однако большую известность Нина Исакова получила как автор собственных рифмованных четверостишей. В репертуаре пивуньи было около тысячи авторских частушек. Ее четверостишие стихотворные произведения, частушки, нельзя исполнять, как у нас принято в звонкой манере, два притопа, три прихлопа. Нет. Особенность и оригинальность ее произведения в том, что они очень глубоки по содержанию. И читать надо не только строки, а и между строк. Особенность ее творческих произведений в том, что они заставляют размышлять, думать, искать ответы на вопросы. В ее частушках, в ее творчестве полностью это же на история села, района и во многом всей нашей страны. В книге можно найти биографию Нины Исаковой и глубокий анализ авторских текстов. Издание вместило 400 оригинальных частушек. Работа над книгой заняла два года. «Я с Ниной Дмитриевной дружила много-много лет. Она сама меня попросила, передала мне огромный пакет со своими записками. Это набор листочков разных, тетрадные листочки, обложки в тетради, квитанции всевозможных платежках. Даже оберточные бумаги есть в трачках. Ну, хватало, чтобы под рук не попадалось, чтобы записать. И она попросила меня о том, чтобы я довела до ума ее часушки». Книга написана простым языком и читается на одном дыхании. «Книга легко читается. Значит, здесь Нина Дмитриевна предстала вот такой живой, той Нины Дмитриевны, какую мы ее видели, какую мы ее знали. А вы знаете, что Нина Дмитриевна – это тот человек, который моментально ловил ситуацию и моментально, значит, она все это изображала и преподносила так, что было и тому человеку, про кого она поет не обидно, значит, и зал понимал, что это такое». «Многие писали о творчестве Нины Дмитриевны Исаковой, но вот якобы очередь не доходила до такого серьезной работы. Для такой серьезной работы нужен талант особый, который только присущ Марии Ивановне, я считаю. Это не просто много написать или подробности написать, это и понять смысл того, что создавала Нина Дмитриевна Исакова своим творчеством, своими частушками. Это серьезная исследовательская, научная работа». Ниной Дмитриевной Исаковой не стало в 2016 году. В память о талантливой сочинительнице и исполнительнице на презентации звучали ее любимые песни и, конечно же, авторские частушки. «Как у нашего баяна, об лицо Калакова. Два колхоза живут рядом, жизнь не одинакова». Также односельчане выступили с предложением о присвоении имени Нины Исаковой местному ансамблю «Былина». «Воскребачки, имералы баньки, Воскребачки, ты воскребачки, ты воскребачки, ты воскребачки». Издание вышло небольшим тиражом, всего 300 экземпляров. Книга напечатана на личные средства автора. Сегодня ее можно приобрести в Краеведческом музее за 350 рублей. Первые 100 экземпляров купил депутат Белгородской областной думы Константин Клюка. 50 книг раздадут жителям села Роговатое, еще 50 пополнят фонды школьных библиотек. Также 16 экземпляров ушли в книжную палату и в ближайшее время появятся в крупных библиотеках страны. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.